А сейчас мы идем на памятник жертвам фашистской эвакуации. Вечная путь. Вот эта площадь перед памятником вся заросла, плитка вся покоцанная. А здесь прошло, в этом поселке все мое детство жило здесь в 80-х годах. Если я 77-го года, то детство прошло, да, практически все здесь. Вот эта площадь, этот памятник, все здесь везде, все окрестности были совершенно в другом состоянии. Слева от этой площади шахта Красина находится. Там мы пацанами, значит, на великах гуляем весь день. Устанем, проголодаемся, в столовую эту приедем в шахтерскую. Нас там тетеньки накормят от пуза. Велики прямо возле входа побросали. А бывало еще такое, что во дворе, в общем, шахты зачастую лежал кабель с разноцветными проволочками. Медный кабель. Приезжали мы на великах сразу заведомо с топорами. Нарубаем себе сколько надо. В окна это видели все. Начальство, шахтеры. И слова нам никто не говорил. Нарубали сколько себе надо проволочек на спицы наматывать. И дальше в какую дорогу. Так, это доска мемориал погибших. Короче, тут фашисты сбрасывали мирных жителей в шахты Красина. И там, я вот не знаю, на этой доске мемориальной много фамилий. Но все ли это фамилии или нет, я точно не знаю. Один герой Великой Отечественной войны, Ольга Мешкова, вместе с собой, когда фашисты сбрасывали, сматил один из-за причин. Говорят, что стоны были сложны еще многие дни после вот этого всего, то, что произошло. То есть не все погибли, долетев до дна шуфа. Вот сам этот памятник, или мемориал, как правильно сказать. Но огня, я не знаю, на видео. Да, видно огонь, вот горит. Вот здесь мы пацанами любили время проводить. За памятником сразу же находится поселок Поповка. Вот. И как бы склон, спуск к этому поселку. Вот мы любили на санках кататься с этой горки. Но самое что интересное, в самом низу этого спуска, склона, с которого мы катались на санках, проходит железная дорога. Ну, в общем-то, я случаев не припомню, конечно, инцидентов подобных. Ну, было таки, это довольно-таки опасно, я не знаю. А мы катались все равно. Ну, поезда, естественно, ходили не часто, потому что чисто шахтерская железная дорога. Там уголь, там пассажирские, там поезда, естественно, не ходили. Так, вот он вот, мемориал. Собили. Вот, когда в детстве, еще при Советском Союзе, я помню, что за ним как ухаживали. Мы же школьники, субботники всякие, взрослые. В общем-то, об этом заботились. Ну, часто здесь порядок наводили там. Траву рвали между плиток. Вот это, чтобы все это было прилично выглядело. Сейчас же видно, что запустение какое ужасное. Вот этот, то ли мрамор, то ли, не знаю, что это за плита. Я помню, как они лежали, вот эти плиты, в моем детстве. Так они до сих пор и есть. Кое-где они поднялись, да, вон уже. Не так аккуратно, как было раньше. Заяц, а ну, слезь оттуда! Уйди, сказал отсюда. Юль, следи за ней, что это она в памятнику бегает. Иди сюда. Иди сюда. Саис, нельзя туда залазить. И бухгалки можно было бы, конечно, обновить чем-то более серьезным. Просто золотой краской написано. Ну, видно, что, по крайней мере, подкрашивают. Смельная красочка. Аккуратненько написано. Все равно, сам мемориал, понятное дело, неухоженный. Видно, финансовые выгоды в этом никто не видит. А у нас, так сказать, для всего сейчас нужны финансы. Одной идеологии мало. Так, если я не ошибаюсь, сразу же за вот этой мемориальной плитой будет установлена плита, где находился как раз этот самый шурф, куда фашисты, немецкие захватчики сбрасывали людей, мирных жителей. Мы тут на днях были. Конечно, тут цветы не свежие лежат. После, наверное, если сейчас июль, последний раз здесь праздник был, и цветы ложили, наверное, на 9 мая, скорее всего, это было. Вот эта мемориальная плита. Ну, еще раз оговорюсь. То есть, возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, вот здесь как раз-таки был шурф на этом месте. Вот, сзади памятника Вечный Огонь, где, да? Вот ступеньки. Ну, в принципе, видно, что если бы за этой площадью памятником и на мемориаловом вообще не ухаживали бы, было бы, конечно, еще плачевнее вид. Ну, хоть как-то. Вот из своего детства, помню, мы любили проводить время вот здесь, сидя на вот этом... Как его называют? Как его назвать? Бордюром это не назвать, потому что он Юле почти по плечи. Ну, короче, мы любили... Накраждение это. На нем все дети. Вот позавчера мы здесь были. А в настоящее время я редко в городе вообще бываю. В этом городе. Я прошел мой детство в город Шахты, поселок Красино, да? Вот. И на меня прямо в сердце что-то зашевелилось, когда я увидел на этом бордюре в некоторых местах вот эта плитка сохранилась. Раньше этот бордюр по всей длине был именно в этой плитке. Я уверен, что вот это именно те абрикосы, которые мы хавали в детстве. Сидя на этом бордюрчике. А, ну, кстати, и за бордюром сразу спуск железной дороги. И с этого спуска мы катались зимой на санках. Насколько я помню, вот эти конструкции для флагов, даже флаги у них стояли даже не только по праздникам, а, по-моему, круглый год здесь флаги стоят. Но утверждать, конечно, не буду. А вот то, что металлоконструкция именно Дия, еще из моего детства, это точно. Никто их не обновлял. Ну, если что, это флаги вот здесь, то есть сейчас, наверное, стыкаются на праздники. Ну, вот они уже, короче, это самое, все прогнившие. Вот. С самого входа в эту детскую площадку бывшую. Ну, сейчас это уже, конечно, не назовешь детской площадкой. Состояние ужасно плачевное. Вот здесь, на месте с заросшим кустами и деревьями, стоял теннисный стол. Неофициально негласными хозяевами этого стола, конечно, были старшеклассники. Ну, и, понятное дело, в теннис пацаны помладше, что не играли. В теннис это более взрослая игра. Мы играли дальше. Сразу за этими кустами было футбольное поле. Естественно, нестандартных размеров. Но нам, пацанам, хватало. Вон еще виднеется колесо. Осталось. Так, не знаю, видно, так будет или нет. Дену, я его потерял уже из виду. Вон колесо выглядывает. Это было, короче, ну, ограждение границы футбольного поля нашего. Ну, и через колеса также можно было, как через козла, прыгать. Здесь, как на стадионе, значит, было устроено вокруг этой площадки типа круг для бега. Кроссы нарезали. Я помню, даже на физкультуре пятерку получил однажды. Да, Юль? Да, барабаны. На барабанах, да, было. В каждой школе, наверное, такие стояли. У нас тоже такие были. А там еще, видишь, кольца. Ты знаешь, для чего кольца эти? Подтягиваться? За кольца держишься и по барабану бегаешь ногами. Да, но у нас таких не было. Короче, здесь я уж не помню. Ну, тут довольно таки все было так это на каждом шагу этих всяких снарядов гимнастических. С вот этим что-то тоже мы интересны. А, здесь мы для качания пресса только одной трубы не хватает. Да-да-да, на этих трубах типа пресс качать. А по вечерам влюбленные, помню, сидели еще взрослые дядьки, в моем понимании, лет которым по 18, по 20. Короче, вот так вот. Вот эта штука очень до боли знакомая, только я сейчас тоже не припомню. Помню, только рядом еще рукоход был. Ну, типа лесенка наверху. Ну, я думаю, многие поняли, о чем я. В общем, руками ходить. А вон что-то за этим, за деревом. За деревом что-то, что-то синее выглядывает. Что это? Ага. Что-то помню, но не припомню. Так-то я знакомо. Да, еще что-то тут стояло. Зайцы, иди сюда. Я даже не вспомню, что это было. Ну, что-то мне помнится интересное, что-то это было. Ну, короче, запустение. Никому это сейчас не надо. Я еще помню, также в школе, когда учился, когда наступали весенние каникулы, там эти, по 10 дней которые, или по 2 недели, я уж не помню, как оно было, да? Нам выдавали всем на каждый день, чтобы мы ходили в кинотеатр поселковый. То есть государство как бы заботилось о том, чтобы дети просто так не шатались по улицам, а чем-нибудь занимались. В культурном развитии. Ну да, культурный доступ. Чтобы они беспризорниками не ходили. Понятно, родители на работе, чем детям заняться. Также в клубе у нас еще, помню, игровая комната была. Бесплатная. Приходи, играй там. Настольные игры, все, что хочешь было. Но не без того, конечно, несмотря на все это. Естественно, мы и карбит взрывали, только почему-то никому руки не отрывало. И костры жили, и картошку пекли, и пожаров никаких не было. Как мы выжили? Не знаю, как мы выжили. А с одного только карбита и всего остального, чего мы только, каких только взрывчаток не придумывали. А вот в свою родную школу я приехал однажды, три года назад. Ну, сейчас мы, в общем, доедем и до школы еще, посмотрим на нее. И, кстати, о школе. Вот это здание справа, если лицо он в больнице стоит, то справа от больницы Красинской находится еще вот такое здание. Я не знаю, какую функцию оно сейчас выполняет, но когда я был мелкий, в этом здании была начальная школа. Первый, второй, третий класс. А потом переходили, значит, как мы ее называли, в большая школа. Это дальше Позовская улица, 27-я школа. Начинать с 4-го класса. А здесь мелкотня училась. Ну, потом еще на моей памяти, в общем, отсюда начальную школу убрали. Это все, вот это здание прилегает к этой бывшей площадке детской. Все даже вдоль стен здесь все напоминает о моем детстве. Здесь, помню, абрикоса стояла большая, у нее сладкие косточки были. Ну, и сами абрикосы неплохие. Мы, короче, эти косточки вот здесь кололи камнями и ели. Вот прямо на этом месте, вот буквально прямо на этом месте я колол косточки сладкие и ел. И с того времени прошло, получается, уже около 40 лет. Спустя 40 лет я пришел на это место и помню, что здесь я колол косточки сладкие, это абрикосы. Вот это у тебя память, конечно. Ну, на этих ступеньках можно было там, я не знаю, что мы только не делали, что-то там химичили, просто отдыхали в тенечке. И вот еще, что моя память сейчас расскажет вам. Дальше это будет очень страшно, что я вспомню сейчас. Где-то там разбился. А я рассказывал про это? Ну, не рассказываю. В смысле разбился? Ну, там что-то, то ли ногу повредил, то ли что-то. Да, да, да. Мы же с тобой приезжали 3 года назад. Да, но я же не помню, рассказывал про это или нет. Рассказывал, конечно. И про косточку рассказывал. И вот сзади этого здания, ого, хотел сказать, высоченный такой порожек. Ну, тогда он мне казался высоченным, наверное. Или он действительно ниже стал. О, котенок. Ой, кисечка. Зая, нельзя. Зая, не обижай маленьких. Ой, там еще один. Давай заберем. Кому? Твоей маме? Давай, я не против. Она испугалась вдвоем, окружили ее. Ага, два котенка. Ой, не могу. Ну, в общем, я спрыгнул зачем-то, что мне там надо было. Не знаю, лазила я здесь по верху, а спрыгнул вниз. Нельзя. А там донышко разбитое от бутылки лежало. Я прям ногой кровищи было, как с поросенка, короче. Ну, пережилка. Нельзя, зайц. Так, вот они, котята. Зайц. А вот, собственно, и школа 27-я, в которой я учился. Мало чем изменилась она. Все то же самое строение. Но только отнесена забором. Забор на замке. Когда мы приезжали с женой сюда года три назад, здесь еще у входа на дверях сидели бабульки две. На мою вежливую просьбу пустить нас просто вдвоем, без сумок, без ничего, пройтись по коридорам. Ну, интересно, кто испытывал подобные чувства, меня поймет. Интересно, там, где детство прошло, побывать спустя долгое время. Короче, бабульки категорически не пустили. Проваливает сюда, пока не вызвали полицию, и все. Хотя, когда школу заканчиваешь, всегда говорят, приходите, будем рады. Ваша школа, для вас всегда двери открыты. А в итоге что? Да, да, кстати. Метлой. Нагнали метлой. Буквально недавно на выпускном дочке я вот это вот заметил, как торжественно по лекалам Советского Союза учителя. Не забывайте нас, приходите. Двери школы для вас всегда открыты. Не забывайте родную школу. Я как раз вспомнил, как отсюда меня поганой метлой погнали. Пока милицию не вызвали, убирайся отсюда. Вот и все. Вот тебе и приходите. Продолжение следует...